Ну, видишь, я, получается, очень сильно негативный опыт получил после первого Assassin's Creed. Если бы, если бы путешествия вот эти вот на лошади не были настолько сильно затянутыми и притянутыми за уши, я бы обязательно ее прошел, потому что все остальное, кроме вот этих вот скучнейших путешествий, мне, в принципе, понравилось. Ну, мне было настолько скучно на вот этой вот лошади скакать по 20 минут, блин, в одну сторону, в другую сторону. Сходи, пукни на второй части карты, вернись и дай мне понюхать, воняет от тебя или нет. Ну, то есть ты понял, условно говоря, это, конечно, очень сильно я утри... Ну, блин! Заговорился. Да, и здесь ведь такое возможно. И, возможно, если бы не вот это вот излишнее затянутое, для того, чтобы затянуть глиблей, если бы ее не было, мне кажется, что, возможно, я бы прошел конкурс. Это был единственный момент, который меня реально отпугнул. Ну, потому что мне тогда компьютер давали на определенное количество времени, ну, просто мне разрешали за ним сидеть. И, скажем так, когда ты реально играешь, ну, там, порядка, не знаю, пяти минут, при этом ты сидишь за компом уже больше получаса, то это, как бы, очень, скажем так, дисбаланс был в этом плане, что, ну, казалось, что ты попусту, скажем так, тратишь время. Я думаю, примерно понятна идея, которую я хочу подать. Это сейчас у меня свой ноутбук, своя Nintendo Switch, с которой, собственно говоря, я сейчас и играю там свой интернет. Все свое, никто мне не мешает, никто мне, собственно говоря, фактически не указывает, что мне там делать, и тому подобное. Это прям совсем другое. Просто устало касаться скрит, это бывает. Ну, в принципе, Одессе получилось не такой плохой. Origins немножечко скомканно получилось. Я понимаю, что там трилогия про Эпсио это лучшее, что было в серии, все остальное не Ассайсинскрит и тому подобное. Вот. Я все понимаю, но... Ой. Ну, ладно. Вот, но все равно, как игры, они, в принципе, забавные. В Одессе очень много активности было. Я даже Одессе купил, чтобы было понятно. Без шуток. Всякие вот эти вот странные покупные брони и прочие я, конечно, не покупал. Это все для лохов, которые не умеют, как бы, выбивать. Потому что выбивать там, на самом деле, все очень просто. Я вообще лагеря тоннами зачищал без особых вообще каких-либо проблем. Без всякого доната и всего прочего. Некоторые, я знаю, что спускают сейчас на игры типа Ассасинскрит Одисси, Ассасинскрит Вальхалла и тому подобное. Спускают сначала покупают игру за фулл прайс, а потом еще спускают несколько десятков, сотен, иногда даже бывает больше долларов. Ну, это как бы от человека зависит. Но я не знаю, каким надо быть человеком для того, чтобы, скажем так, платить за игру, покупать игру, а потом платить еще игре для того, чтобы не играть в эту игру. Это как бы тупо. Я не знаю, очень тупо, мне кажется. Прям очень-очень-очень тупо. Пробуем еще. Блин, я подумал, что я сегодня пройду темнейшую сторону. Но очень похоже на то, что я их хрен не пройду сегодня. Хотя, в принципе, сейчас может чик-чик-чик, да и пройду. И такой потом вах-вах-вах, как так получилось вообще? Я не ожидал. Лучше бы, конечно, чтобы это было так, но я не верю на самом деле в себя. И забавные механики попридумывали в этом в Одиссе. Когда были, скажем так, боссы, боссы определенных локаций, которые хотели, скажем так, прочистить тебе трубы. Как бы прочистить тебе трубы другой трубой, такой большой, ржавой, толстой, медной. Вот. И постоянно бегали за тобой. Не дай бог ты где-то появишься. Не дай бог кто-то, скажем так, донесет на тебя. Они сразу же начинают за тобой бегать, начинают тебя прессовать и т.д. И вот ты пол игры от них бегаешь, а потом, как только ты, скажем так, достаточно сильно раскачиваешься, ты начинаешь ходить и просто их фармить. В прямом смысле этого слова. То есть ты получаешь некое удовольствие от того, что ты их победил. Что эти сволочи гоняли тебя хрен пойми сколько. А сейчас ты просто их побеждаешь. Сеттерс я вообще никогда не слышал о такой игре, так что не знаю. Я вообще мало во что играл. На самом деле, вот серьезно во что-то я начал играть где-то после 16. Потому что до этого у меня ни компа соответствующего не было, ни приставки никакой не было, ничего такого. Максимум у меня была, когда-то мне подарили, скажем так, бесплатно отдали. Короче, копия Dendy, даже не копия NES, а копия Dendy. То есть копия-копии. Достаточно старенькая приставка, которая сто лет в одежде была. И я, собственно говоря, на ней в какие-то старые-старые-старые 8-битные игры и играл. Твою за ногу. Как я не попал? Мать вашу. Ладно, пробую дальше пройти. Все равно выбора у меня нет. Все равно выбора у меня нет. Я, кстати, понял, как их правильно сбивать. Так, чтобы мне не влетело за это. Короче, суть в том, что шляпа, когда я ее кидаю, она остается в том месте, в которое я ее кинул. То есть, условно говоря, если я двигаюсь в эту сторону, если платформа двигается в эту сторону, то кидать вот так вот шляпу нельзя. Потому что она, получается, останавливается в пространстве и вот эта вот штука в центре рано или поздно наткнется. Нужно смотреть. Вот если двигаться в эту сторону, то мы кидаем шляпу или в эту сторону, или в эту, или, находясь вот здесь, кидаем сюда или сюда. Тогда мы можем сбивать противников и не бояться, что мы заденем центр. Я понял этот момент. Очень приятно, на самом деле. Хорошо, птичку покидаем. У нас еще 2 хп есть. Фу, ну что-то я боюсь, что будет сложно это дело пройти. Ааа, я, кажется, понял, почему я не мог пройти до этого. Блин. Так, ага, все. Фу. Ну, это я еще не прошел, конечно, но в любом случае. Оооо. Я сюда еще не доходил. Я сюда еще не доходил. Ооо. Ну, айдем. Ооо. Так. Ооо. Ооо. так даже фрагмент за боузера здесь есть это капец это еще не все это подозреваю да это еще далеко не все балет Играет музыка. Ну, я все засветил. Так, это получается конец темнейшей стороны луны? Серьезно? Я прошел... Ём... Это не шутка. Я прошел темнейшую сторону луны? Это жесть какая-то. Мне казалось, это невозможно. Долго же мы с тобой путешествовали. Да, это да. Так, здесь пич еще есть. Так. О! Вы видите это, да? Деньги. О-хо! Сколько же монеток? В каких только царствах мы с тобой не были. Нам столько всего пришлось пережить. А сколько шляп мы повидали? Так, ведь... Вскоробкаемся наверх. Там наверняка что-то есть. Блин, я реально думал, что я хрена с 2 пройду эту темнейшую сторону луны. Это капец просто. Сейчас здесь на кончике обязательно что-то будет. Я более чем в этом уверен. Отличное вышло путешествие. Спасибо. Марио, я горжусь, что был на тебе все это время. А, здесь мультилуна. О-хо! Я полез за мультилуной. Получена мультилуна. Конец долгого путешествия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok